Эфир телеканала РБК продолжает выпуск региональных новостей. Мы вещаем из отеля Широтон. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. Судебный долг россиян вырос почти до 4,5 триллионов рублей. Об этом сообщают известия. Причем долги перед банками сократились, но до сих пор составляют около 40% от этой суммы. А вот количество исполнительных производств по долгам за жилищно-коммунальные услуги, напротив, выросло. По данным Федеральной службы судебных приставов, в этом полугодии на исполнение судов находилось 3,2 млн. таких производств. Год назад их было на 18% меньше. Средний размер долга около 92 тысяч рублей. Долг уфимцев за жилищно-коммунальные услуги на конец прошлого года оценивался в 2,5 млрд. рублей. Один из горожан даже поставил своеобразный рекорд. Он задолжал у ЖХ Калининского района более 350 тысяч. Эксперты считают, причиной такой статистики стало снижение реальных доходов россиян за последние 4 года. В республике обещают всех льготников обеспечить лекарствами. Объем финансирования этой сферы составил 2 млрд. рублей. 1,7 млрд. выделили из федерального бюджета дополнительно 300 млрд. из республиканского. В Совете Федерации сейчас рассматривают законопроект о расширении перечня редких заболеваний. А значит, увеличится и количество льготников. Если закон примут, в Ашкортостане в ведении государства дополнительно попадут от 43 до 114 человек. Согласно подсчетам, за последние 4 года число пациентов с такими заболеваниями уже увеличилось почти на третье. Дефицит обеспечения их лекарствами оценен в 350 млн. рублей. По словам министра здравоохранения Башкортостана Анвара Бакирова, сейчас рецептов на отложенном обслуживании в республике нет. Кроме того, завершено формирование автоматизированной программы. Она даст возможность отследить, кто и сколько лекарств получил и позволит избежать сбоя в будущем. В Ашкортостане в этом году появилось 200 новых магазинов, 166 из них относятся к розничной торговле. Такие данные озвучили на итоговой коллегии Госкомитета Республики по торговле и защите прав потребителей. Оборот розницы вырос почти на 4%, а вот оборот оптовой торговли впервые превысил розничный и составил около 400 млрд. рублей. Одной из важных задач на второй полугодии в Ашкортостане станет реализация проекта «Открытое качество». В нее входит не только непосредственно проверка качества продуктов, но и развитие малоформатной торговли. Также до конца августа Министерство экономического развития региона проводит анонимный опрос потребителей и предпринимателей республики. Его цель – оценка уровня их удовлетворенности ассортиментом и качеством товаров, а также ценовой конкуренции на местных рынках. По итогам этого исследования будет создан перечень мер для развития здоровой конкуренции и названы самые актуальные направления торговли. А вот власти республики тем временем планируют инвестировать в модернизацию Янгантау более миллиарда рублей. Большую часть этих денег составят частные инвестиции. По прогнозам, выход геопарка на самоокупаемость станет возможен только через шесть лет. Территорию хотят поделить на четыре функциональные зоны. Так называемое место силы появится возле самой горы Янгантау. Зона «Сказочная тайга» будет рассчитана на активный туризм, охоту и рыбалку. Земля Батыра станет главной историко-археологической зоной, а на юго-востоке района развернется Башкирская деревня. Зона для тех, кто интересуется аутентичной культурой и национальной кухней. Всего в обновленную инфраструктуру войдут 69 объектов. Это кафе, гостиницы, рестораны и музеи. Делается это, конечно, для увеличения турпотока в республику. Напомню, в прошлом году Башкортостан, согласно официальным данным, посетило 100 тысяч иностранных туристов, а в рейтинге Турстата регион занял 17 место по стране. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары-евро дешевеют. Американская валюта потеряла 19 копеек и оценивается в 62,78. Евро стал меньше на 14 копеек и стоит 73,20. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке «Нейва» за 62,75 рубля. Продажа в «Тимербанке» за 62,98. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в социнвестбанке за 73,20. По продаже вновь в банке «Нейва» за 73,39 рубля. Мы продолжаем следить за развитием событий. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова